и всем привет а пока я ездила в москву и снимала новые крутые видео которые будут в скором времени выходить на канале в мире гимнастики произошло довольно много всего интересного но что именно мы с вами пропустили расскажу в этом видео ну и перед началом не забывайте подписаться на канал если этого еще не сделали так вы не будете пропускать видео а чтобы смотреть одним из первых жмите на колокольчик и тогда вам будут приходить уведомления о новых видео ну и напомню для тех кто еще не в курсе что у меня есть телеграм-канал где я стараюсь максимально оперативно публиковать все новости из мира гимнастики ссылочка на канал есть внизу в описании но если вам нравится что я делаю то по ссылке в описании вы можете поддержать меня донатами а начать подборку новостей мне захотелось с частых вопросов от вас в комментариях как я уже говорила я сниму об этом отдельное видео но так как олимпиада это главное событие которому мы идем в этом году то вкратце расскажу и здесь и так тоже на сегодняшний день имеет квоты на олимпиаду и уже точно там выступит первая партия квот была получена на чемпионате мира в 2019 году там в индивидуальной программе по два места завоевали гимнастки из россии израиля болгарии италии беларуси украины и сша по одному месту получили гимнастки японии и азербайджана важный момент что эти квоты не именные то есть по факту каждая страна будет решать индивидуально кто же будет ее представлять следующее место где можно получить путевки является серия кубков мира здесь нужно по итогам четырех кубков мира набрать наибольшее количество баллов на данный момент прошло три кубка и нас ждет последний кубок в конце мая в пезаре после которого мы уже на сто процентов узнаем кто же поедет на олимпиаду через кубки мира но по предварительным подсчетам и неофициально два места себе уже точно обеспечили гимнастка словении катерина веденеева и сабина ташкенбаева из узбекистана также квоты можно получать через континентальные чемпионаты пока прошел у африки где квоту завоевала гимнастка египта хабиба марзук и чемпионат океании где квоту выиграла гимнастка австралии лидии яковлева кстати интересный факт лидия родилась в россии в петрозаводске и жила там до семи лет потом ее мама вышла замуж за австралийца и переехала в австралию где дочь и начала заниматься гимнастикой а позднее ее мама стала тренером так что по факту у лидии корни русские но тренироваться она начала в австралии еще одна квота теоретически должна достаться гимнастки грузии соломе пажава эту путевка которую выиграла японская гимнастка но так как они хозяева у них есть хозяйская квота и выигранная квота будет перераспределена на ближайшую гимнастку первой в очереди была екатерина веденеева из словении но она сама выиграла через этапы кубка мира себе путевку в токио а значит и ей путевка не нужна а следующий в рейтинге стоит целом и пожава но и в индивидуальной программе остается еще пять мест одна путевка будет разыграна на этапах кубка мира уже в этом месяце три путевки разыграют на континентальных чемпионатах чемпионате европы америки и азии и последняя квота будет предоставлена по трехстороннему приглашению в групповых упражнениях путевки есть у россии италии болгарии белоруссии израиля китая азербайджана египта и украины эти страны получили путевки через чемпионат мира япония имеет путевку как страна хозяйка команда австралии выиграла место на своем континентальном чемпионате и еще три места будут разыграны на чемпионатах европы азии и америки ну а теперь небольшое отвлечение от художественной гимнастики к эстетической с 14 по 16 мая во дворце ирины вина русмановой в лужниках прошел международный турнир московские цветы чемпионаты первенства европы а также этап кубка мира по эстетической гимнастике здесь выступали гимнастки из 11 стран и были разыграны медали в разных категориях этап кубка мира среди юниорок выиграла команда россии виктория серебро завоевала команда эстонии cd sabbath и бронза в гимнастык финляндии minitied по программе сеньорок золото кубка мира выиграла команда россии madonna на втором месте команда финляндии minitied и бронза завоевала команда россии аммуаш в рамках этого турнира также выступали гимнастки сборной россии по художественной гимнастике с показательными выступлениями. В их числе были и сестры Аверины и даже Лала Крамаренко. С 13 по 17 мая в Украине в Белой Церкви проходил чемпионат страны, на котором выступали лучшие гимнастки. Так, по сеньорам в многоборе золото выиграла Виктория Анаприенко. Серебро завоевала Кристина Пограничная, уступив Вике всего лишь одну десятую. И бронзовую медаль завоевала Полина Карико. Четвертое место заняла Полина Кородничья и пятерку лидеров замкнула Милания Тур. Влада Никольченко на чемпионате страны не выступала, но недавно в своем инстаграме написала пост, в котором рассказала, что сейчас с ней происходит. Так она пояснила, что со спортом не закончила и еще обязательно вернется. На данный момент ее подкосил ковид и дал осложнение. Посте она говорит, что надеется, что скоро все наладится и она вернется к своим выступлениям. Про Олимпиаду речи, конечно, нет, но учитывая сколько осталось времени, думаю вероятность, что Влада успеет прийти в хорошую форму очень мала. Но хотя бы увидеть ее на чемпионатах мира или Европы в следующем году будет здорово. Хотя, кто знает, возможно, Влада не опускает руки и старается восстановиться к Токио. В любом случае, мы знаем, в сборной Украины решения бывают непредсказуемыми. Так, например, как в групповых упражнениях. В групповых на чемпионате Украины золото завоевала сборная команда страны. И здесь очень интересное дополнение. Помимо личницы Евы Милищук, на турнире в составе команды теперь выступает и Николь Карасюк, также недавняя индивидуальная гимнастка. Видимо, в Украине и правда решили всех хороших юниорок повезти на Олимпиаду. Раз не лично, то в составе группы. Лично мне это кажется интересным решением, правда, что становится с групповичками, которые все это время тренировались, у меня вопрос. Если они по своей вине вываливаются, тогда вопросов нет. А если их выжимают только ради того, чтобы повезти в Токио любимых личниц, то вот это странно. Пишите, что вы думаете о подобных изменениях в составе сборной Украины в групповых. Нормально ли, что личниц ставят за групповое за несколько месяцев до игры? Или лучше бы тренировали тех, кто изначально готовился в групповом? Серебро у групповых команд по сеньорам выиграла команда Киевской области и бронза у Днепропетровской. В Болгарии также прошел национальный чемпионат. Здесь в индивидуальной программе в многоборье золоте завоевала Баряна Калейн. Серебро выиграла Катрин Тасева и бронзу Татьяна Воложанина. Четвертой стала Стеляна Николова и пятерку лидеров замкнула Ева Бризалиева. В финалах отдельных видов Баряна Калейн забрала все золотые медали. Стеляна Николова выиграла серебро в финале с обручем и мечом. Ева Бризалиева выиграла две бронзовые медали в финале с обручем и булавами. Татьяна Воложанина выиграла серебро в булавах и бронзу в финале с мячом и лентой. А Катрин Тасева завоевала серебряную медаль в ленте. Ну и немного о предстоящих турнирах. В эти выходные с 21 по 23 мая пройдет международный турнир в Румынии. Изначально в эти даты должен был пройти Кубок Вызова, но его перенесли на октябрь. Ну а в Румынии выступят довольно много топовых гимнасток, в их числе гимнастки Белоруссии Арина Красноруцкая и Яна Стрига. Гимнастка Японии Каха Минагава. От Болгарии выступит Ева Боризалиева. Также приедет итальянская гимнастка Милена Балдасари. И от России выступят Анастасия Симакова и Лала Крамаренко. Также в турнире будут принимать участие групповые команды среди юниорок, в том числе сборная России и также сеньорки. А также мы увидим и юниорок в индивидуальной программе. Так что, судя по спискам, турнир получится довольно интересным и интригующим, так что будем следить. Ну и также опубликовали списки на чемпионате Европы в Варне, который состоится уже меньше, чем через месяц, с 9 по 13 июня. Сюда заявлены лучшие гимнастки Европы. Дина и Арина Аверин, Ильино Аширам, Баряна Калейн, Алина Горносько, Анастасия Саллас и многие другие. Также заявлены и сильнейшая команда в групповых. Ну а самое крутое, что на турнир будут пускать зрителей. Зал разрешают заполнить только наполовину, но даже это хороший знак. Информации по продаже билетов пока нет, но обещают, что она скоро появится. Пишите в комментариях, может быть из вас есть люди, которые собираются поехать на чемпионат Европы. Ну а на сегодня это все. Увидимся с вами совсем скоро. Помните, что я вас всех очень сильно люблю и пока-пока!